Итак, всем привет, с вами Добгай, и мы начинаем играть за Францию, Виктория 3, но партия будет непростая, простые партии уже неинтересны. Мы пойдем в Советскую Республику, и кроме того, в анархизм. Будем делать анархо-коммунизм. И кроме того, в чем наша основная идея, это в том, что мы потом будем также делать смену режима во всех остальных странах. И поскольку вообще в каждой стране сделать смену режима было бы как-то, ну, так себе, ну, достаточно долго, я думаю, сделать, ну, какой-нибудь, давайте, все страны, все крупные державы, да? То есть, очевидно, великие, все крупные державы сделать анархо-коммунистическими, я считаю, что это нормальная цель на партию. Ну, дальше тут уже в теории тоже можно, но я думаю, это уже будет слишком. Посмотрим. В любом случае, цель у нас теперь есть. Какие у нас ближайшие действия? Во-первых, видите, я делаю свободную конкуренцию. Можно сказать, ну, что ты делаешь? Ты же, наоборот, поднимаешь рыночек. Да, я поднимаю рыночек, но, чтобы поднять профсоюзы, нужно, чтобы у нас было много рабочих. А много рабочих появляется только, когда у нас много фабрик. Поэтому, пока что, мы вынуждены сотрудничать с промышленниками и пользоваться их деньгами, чтобы построить себе больше рабочих мест. Но потом, когда рабочих будет достаточно много и они уже будут иметь власть, от промышленников мы избавимся. Я думаю, все достаточно просто. Кроме того, я тут еще немножко обновил свою сборку модов. Чуть что-то убрал, что уже не работает. Что-то, видите, добавил. Игра становится потихоньку похожа на релизное состояние, да. Я думаю, скоро она выйдет из альфа-теста. Можем перейти к бета-тесту. Поехали за Францию играть. По техам все тоже очень просто. Будем промышленные техи в первую очередь качать. У нас армия, более того, достаточно вкачана на старте. Франция стартует с хорошими техами. Почему выбрал именно Францию? Потому что, ну, она, в принципе, родина революции в свое время, да. Конечно, не коммунистической, но, тем не менее, Франция и революция это очень широкое явление и известное. Докачаем здесь более-менее промышленность. Потом перейдем в общество. Здесь нам нужна фармацевтика для реформ. И потом уже будем идти в профсоюзное движение социализм. Ну, возможно, что-то перед этим тоже заберем, чтобы развиться. Потому что, чтобы наслаждать другим свое мнение, нужно, чтобы наше мнение было подкреплено желательно хорошей армией и хорошим флотом. А это армия и флот на что-то еще и содержались. Строим мы сразу безумное количество строительных секторов. Надо наши деньги вывести к нулю, чтобы эффективно тратить бюджетами, как обычно. Минималка, максималка. Можно еще потребительские налоги ввести, но, по-моему, да. Хотя мы можем сделать, пожалуй, вот так. Да, вот так вот будет чуть-чуть поэффективнее. Я думаю, бюджет теперь у нас готов. Сразу пробует у нас позитивный ивент на свободную конкуренцию. Хорошо. Радикалит немножко поднимется из-за него, но 40% успеха это очень хорошо. Кроме того, я тут уже сразу начал колонизировать все, что можно. Все, что нельзя тоже, собственно говоря. Просто потому, что почему бы им нет. Никто мне этого не запретит. Возможно, потом еще Южную Америку тоже ради шутки колонизируем. И построил я сразу виде порты, чтобы они все были соединены. Потом достроим чуть-чуть секторов. И в виде правительственного ведомства тоже я строю, чтобы у нас продолжало качаться управление и образование. Потому что это очень-очень важно. Кстати говоря, на старте интеллигенты подавлялись, господи. Я вот решил сюда посмотреть. Это, конечно, очень плохо, поэтому я сразу же это отменил. И все-таки сначала достроим сектора, а потом уже дальше будем строиться. Очевидно, так будет быстрее. Сразу же дефолтно сначала железо приводим в плюс. У нас просто большой минус. И потом сразу инструментами займемся. После этого, я думаю, построим универы. У нас, если говоря, есть спрос на картины. Я думаю, мы их тоже можем параллельно развивать. Почему бы нет, это очень выгодно. А вот у нас появилась свободная конкуренция. Кроме того, мы потихоньку уже железо можем переставать импортировать. Видите, это становится уже не так выгодно. Потому что мы железо чуть-чуть привели к балансу. Странно, возможно, там у них спрос. Не такой уж и баланс. Ну, в случае у нас есть свободная конкуренция. Это отлично. Мы теперь давайте пойдем дальше по другим законам. Давайте подумаем, что нам надо. Ротационизм, кстати говоря, у нас разный франц есть. Это очень мне приятно. И госшколу, то, что у нас были, это очень приятно. Я думаю, у нас, в принципе, все плюс-минус есть. То, что мы хотим сделать, у нас еще пока нету всяких вещей. Это тоже невозможно. Давайте просто цензуру на право собрания сменим. Дадим интеллигентам место в правительстве. У нас, кстати говоря, от этого еще легитимность повысилась. Почему бы я так не сделать? И цензуру давайте на право собрания. Ну, чё ж, поинтереснее... А, нет, есть кое-что поинтереснее. Прямо сейчас. Это, кстати говоря... Давайте сначала мультикультурализм. Если у нас нет радикализации слишком большой из-за этого, то почему бы не попробовать? И вроде как все в порядке. У нас не должна быть революция. Если мы его сможем принять на старте, вместе с полным разделением церкви и государства, будет отлично. А еще тем временем, я думаю, уже пора подстроить униеров немножко. Чтобы исследование свои до максимума довести. И у нас, кстати говоря, из-за выборов текущих... Чуть-чуть, видите, коллективность упала. Из-за этого стала именно злость. Из-за этого мультикультурализм мы не примем. Не очень приятно получилось. Ну, что поделать, что поделать. Сейчас у нее должна пройти эта злость. Но, опять же, тут еще сыграло то, что... Королевская прерогатива была использована на 20%. Как я и говорил, в принципе, это на самом деле выгодно, так что нормально. На правособрание радикализация тоже будет. Следовательно, что следовательно надо будет, скорее всего, просто чуть-чуть подождать. А, нет, можно попробовать католиков забулить. Они в теории не должны восстать. Ну, и стоит, на правило, немножко колонии наши расширить. Давайте начнем с Алжира. Почему бы нет? И сразу, да, пожалуй, стоит отправить некоторую армию. Сидат Северный. Наверное, африканский генерал. Давайте с Рейна, наверное. Не хочу слишком много мобилизовывать. Давайте вот так. И у нас есть полное разделение. Отлично. Католики, да, там немножко побухтят. Но это пройдет. И давайте посмотрим... О, кстати говоря, что это? А, варианты правительства нам предлагаются. Прикольно. Интересно, нам предлагают делать вот такой вот вариант. Нет, спасибо. Забавно, что вот такой вариант здесь не предложен. Либо он такой не предлагает, потому что он уже сейчас выбран. В случае, давайте посмотрим, можем ли мы снова жрать мультикультурализм. И пока что чуть-чуть нет. Надо... Хотя... Хотя опять только католики, да. Давайте попробуем. Почему бы и нет. Попробуют побомбить? Ну, отменим. Ничего страшного. Кстати говоря, уже инвестиционный фонд здоровый. А это значит что? Значит, что мы строим еще строительные сектора. Отлично. Алжир просто отступился. Ага, понятно. Хотя я хотел съесть побольше. Ну, что поделаешь? Ничего. Нам бы побыстрее в Массину также проехать. Ну, я не вижу особо вариантов. Кроме, как же, на скалонизации. Можно попробовать просто вот это тоже еще подзахватить. Посмотрим. Здесь только Великобритания может вступиться из-за того, что нам неприятно. Но мы это перетерпим, если вдруг они на нас решат напасть. То мы их сможем победить без проблем. А, и нет. Смотрите-ка, Великобритания вообще на нашей стороне готова зайти. Забавный факт. Можно с ними, кстати говоря, отношения тоже получать? Почему бы нет? У нас с этими парнями все хорошо. С Россией все хорошо. Можно еще с какой-нибудь Америкой получать. Надо со всеми дружить. И у Нидерландов, кстати говоря, может забрать Гуяну за то, что они такую херню решили сделать, да? Почему бы нет? Ну, аж отец вступился, ожидаемо. И теперь у нас новые территории для колонизации. Они все еще будут очень долго колонизироваться. Но мы в теории сможем протечь побыстрее туда. Нормально. И у нас подкачались с института. Можно теперь, кстати говоря, органы, наверное, подкачать, да? Профессионная полиция, да, тоже полезная нам будет. У нас некоторая радикализация идет из-за высоких налогов, но пока что терпимая. Там Османская империя, кстати говоря, воюет с Египтом. Давайте-ка в этот момент у них ту не заберем. Не думаю, что они могут что-то против нас сделать. Единственное, Британия, если зайдет, будет немного неприятно. Но опять же, это противник, которого мы не боимся. И та, они, кстати говоря, поддержали Османскую империю. Если вдруг они... Так. Ага, я понял. Ну, короче, делаем вот так и отменяем. Мультикультурализма у нас не будет. Так вот, если они все-таки не отступятся до самого конца, а судя по всему, не отступятся. Ну, что нам остается? Мы позабираем британские колонии вот здесь вот. Какие возможно. И лишим их каких-то доступов к Африке. Нормально, на мой взгляд. И нет, я только-только начал мобилизовывать армии. Тут, туда, сюда. Уже бюджет повысил, и Османская империя отступается. Скучно, скучно. Видимо, потому что я краски бюджет повысил, у меня, видите, демонстрация силы армии выросла. И они начали бояться. Скорее всего, это так произошло. Ну, что поделать. Ничего. Можем. А Трипалитане у нас в перемирии с Османами. Поэтому, да, мы не можем. Окей. Ну, уже мы немножко наши колонии увеличили. И, в принципе, продолжаем их увеличивать. Африка должна быть полноценно только наша. Все колонии вот эти вот должны повыбивать. Ворожеские. Чтобы мировая революция свершилась. И, тем временем, завершилась и Кифанско-Османская война. По ощущениям Беломира. Ну, видимо, да. Ну, что ж, ладно. А нам бы придумать, куда нам просочиться. Ну, я думаю, мы куда-нибудь сюда продолжим сейчас плыть потихоньку. Вот здесь вот нам бы побыстрее доколонизировать все. Да. Но... Какая-то невозможная. У нас появляются новые террористические колонии. Хорошо. Давайте пока Сокота бы захватить. Да. Почему бы, собственно говоря, и нет. И я думаю, оно достаточно большое, да. Четыре циты та. Стоит, наверное, сделать просто их марионеткой сначала. А потом уже аннексировать. И похоже, что этот конфликт-то все-таки начнется, да? А нет. Самый последний момент Сокота поняла, что... Ну, нахер. Ну, что ж, я могу сказать. Хороший выбор. Хотя я тут уже был готов Бенин аннексировать и репарации дальше требовать. А, и теперь у нас есть марионетка. Здесь можем теперь, в теории, вот здесь вот уже именно захватывать. Поехали. И Бенин тут опять, ребят, поддержался. Хоть и говоря, в этом штабе остались эти армии. Забавно. Ну, Дагамея сразу отступилась. От аннексации. Забавно. А, так программа нового еще не будет? Нет. И у нас еще новые... Нет, окей, мы здесь и так колонизируем. Отлично. Плюс территория, получается? Ну, конечно же... Ага, на это что? Понял. Конечно же, сейчас сюда будем ставить порты, если там нету... Если там нету снабжения с рынком. Ну, и мы теперь от внешнего импорта инструментов становимся независимыми. Потому что достроили достаточно на это все промышленности. Что подстроить сейчас двигатели, я вижу. Но, самое главное, инструменты железо стали у нас в норме. И теперь уже. Ну, и мы не останавливаемся. Нашу колонизацию продолжаем. Куда нам останавливаться? У нас здесь, тем более, Сокота за нас еще будет воевать. Отлично, я думаю. Вещако. Все отступают от Великой Франции. Ну, почему бы и нет, собственно говоря. Почему бы и нет. Кстати говоря, ЖД периодически тоже надо подстраивать. Тихоньку наша промышленность растет, но пока что очень потихоньку. У нас еще не такой большой пул. И плюс мы строим очень много таких зданий, типа ведомства, сектора мы строили, универы строили. Еще они пошли прям по ракетной, так сказать, тактике вверх. Ну, и у нас новые колонии теоретически возможные с вот этой вот территории новой. Конечно же, мы их стартуем. И надо бы на самом деле в колонии еще тоже выйти чуть-чуть пораньше. То есть в Хенин. Давайте в фармацевтику пойдем. Это даст нам еще реформу хорошую. Потому что мы реформы никакие не делаем. Можно опять попробовать мультикультурализм. Да, радикализация католиков только. Да, можно попробовать. И потом в медицину выйти. Плюс выйти в Хенин. И начать колонизировать прям по жесткому. И дальше продолжаем. Вот эти ребята пускай отступаются, без разницы. У них по одному стоит у, так что я в принципе их сразу и аннексирую. Их там вот может Египет вступиться, но плевать на Египет. Как бы... О, и Бенин вступился. Бенин я бы тоже хотел аннексировать. Но на Бенин у меня уже не хватает агрессивки. Так что пока с Бенином подождем. Есть у нас фармацевтика. Давайте в Хенин идем. И после этого, кстати говоря, сможем мы теперь здравоохранение нормально попробовать взять. Ну и ой, отступается. Нам теперь накопить осталось вот это вот. Чтобы захватить Египет. И мы в принципе... Это вот юго-западное, я бы сказал... Фарик и все сделаем. Отлично. О, мультикультурализм 20%. Блин, это радикализм мне повысит? Ну допустим. Надо попробовать принять, потому что шансы сейчас хорошие. Если мы это примем, это нас очень бустанет. И вот еще один прок хороший на мультикультурализм. И теперь 45%. Шансы лучше, чем когда-либо. Про примем. Кстати говоря, мы уже вышли на второе место ПВП. Но это Франция. Здесь ничего, так сказать, необычного. Наш рост был заложен, так сказать, в нашем старте. И да, мы смогли принять его. Отлично. Заложили себе, так сказать, общество, где неважно, кто ты, во что ты веришь. Отлично. Нужно теперь идти к здравоохранению. И здесь, видите, здесь нужны... Ха, друзья, это радикализация. В скобочках улучшение. Нет. Нам здесь нужны католики. Профсоюзы в теории. Католики, наверное. Католиков, если они сейчас очень злые, а они вроде как очень злые, да. Их правительство... А, можно? Все окей. А, ладно. А как с ними? На, ну вот это и есть, да, правительство с ними? Окей. Все еще мы в нормальном месте по легитимности. И давайте теперь госстрахование. Почему бы нет? И есть у нас хенин. Теперь надо вот сюда отложиться. Для этого нужно 300 бюрократии. Следовательно, что? Следовательно, мы немножко ее подстроим себе. Давайте-ка вот так. Давайте сразу чуть побольше, чтобы еще и полицию тоже подключать. Ну и не забываем смотреть, где у нас тут требуются железные дороги, потому что где-то они требуются очень даже. Кстати говоря, хенин еще открыл нам дополнительные колонии. Я так понимаю, тяжело малярия, да. Ну, давайте, почему бы нет. Зато здесь теперь, где малярия была просто обычная. Сейчас дебаф проходит, и мы колонизируем просто, ну, очень солидно так. Как всегда, по трошителям мы уже поймали. Вот здесь нет, было у него достаточно быстро. Отлично. И колонизацию новую. И опять мы строим строительные сектора. Наша экономика развивается как надо. А вот наше колониальное направление стало третьим. И посмотрите, насколько здесь у нас рост теперь увеличился. По где-то 200 дней вместо 300 колонизируется нормальная провинция. Ну, а здесь тоже по несколько тысяч все еще, но уже чуть получше. Там, в принципе, все еще даже такая колонизация подойдет. Мы, видите, можем ее пережить. Население у нас достаточно большое, чтобы все делать. О, а вот и медицина подъехала. Отлично. Сразу же мы ее вкачиваем. До 4 лейла можно, кстати говоря, докачать. Это прекрасно. Что нам еще осталось сделать? Цензуру давайте-ка уберем. На право собрания. Мелкие буржуа пускай бомбят. Нам до них нет дела. И занимаемся последними этими территориями. Ашанти у нас перемирие покончилось. Потом попробуем в Бенин. И потом в Барну и в Адае. И здесь все нейтралы, которых можно было съесть, будут съедены. Ну, еще Дарфур, но это уже, можно сказать, другой регион. Ну, и до сюда мы тоже в теории можем дойти. Все эти территории, как я и сказал, должны быть только нашими. Мы должны там освобождать рабочих в будущем. И Ашанти просто отступился, как и все другие страны. Так вот работает это отступление, когда нету модов, не дающим так легко отступать вишкам. Я просто сколько уже вов... Я не провел ни одной войны, а кучу территорий присоединил. Не очень уверен, что это нормально и задумано. И у нас появился, кстати говоря, путь в Мясину, да? Масину, точнее. Давайте-ка туда и пойдем вот таким вот образом. Поехали. И тут вмешивается Либерия, если говоря. Ну, и забавный факт, но... Если я могу их просто аннексировать без войны с кем-то? С США, наверное, да? Там британский флаг без войны с Британией. Вот так даже. И тут еще и Масина мешалась, но Масину я не смогу захватить, пока у меня не будет к ней прохода. ВСК не умеет проходить сквозь нейтральные территории, к сожалению, в этой игре. Так что ничего не поделаешь. Ну-ка скажите, что это будет война. Нет, они решили после ними отступиться, как обычно. Ну, тогда что мы делаем? А, нет, можем все так же. Поехали дальше. Карта. Мы получили эмбарго от Британии. Ну, что ж, Британия. Ага, вот это, я так понимаю, много двигателей у них покупали. Это только позволит нам выйти на, собственно, независимое производство двигателей. Так сказать, не сильно-то нам это что-то сделает. Ваша экономика не такая большая, как наша. Теперь я поддерживаю эту карту. Ну, что ж. Атакуем эту карту, так сказать. Ну, это собрание уже не получится принять. А мне не попробовали ивенты, а с нуля подняться обратно очень-очень невозможно. Мы можем попробовать уже монархию убрать, но пока нет, наверное. Мы можем попробовать еще избирательное право сделать. Это я бы хотел, чтобы у богатых меньше власти было. Можно уже закладывать. Ну, давайте пока не слишком радикально до имущественного центра посмотрим. Возможно, где владельцы заблоктят, и мы отменим. А, у нас еще было... Нет, не заблоктят. У нас на принятие закона есть движение отлично. Ну, конечно же, карта отступается. Давайте добьем уже Сегу и Массину. Я, ну, не знаю, я надеюсь, за эту компанию хоть разу повоюю. А то иначе это будет как-то, ну, смешно. Мы уже тут потихоньку догоняем ЦИН. И от Британии уже оторвались солидно. Все-таки наша экономика очень сильна. Самое главное, сильны наши капиталисты. Но это временно, временно. Потом эти деньги перейдут к рабочим. И мы находим, наконец-таки, то самое Массины. Британия может поддерживать врага. Он хочет, пускай поддерживает. Мы у них просто тоже еще территорию заберем. Ой, мы получаем плюс-эвент на ЦЕНС. Отлично. Британия поддерживает Массину. Ну, неужели? Неужели началось? Что ж, давайте-ка у британцев тоже отожмем территорию. Что мы? Кстати, вот всякие порты, да. Допустим, акро. Сейчас я подобавляю. Но, скорее всего, отступятся опять. Я заряд время только потеряю. Но, почему бы и нет? Она вот-вот начнется. Не везде мы успели достичь позиций наших. Но, в большинстве своем, успели. Нужно сразу же использовать нереальные технологии варпа. И сюда вот побольше войск закинуть. Только в оборону не пускай они сидят. Так, это что-то, я понял, интересно, нет? У нас есть еще доп. войска. Но я сейчас хочу аккуратненько ими отставаться. Давайте вот это, пожалуй, уберем мы отсюда. Этот парень как раз-таки пускай сюда плывет. А, у нас еще есть дополнительные силы во Франции. Которые я не все мобилизовал. Но, кроме того, есть еще дополнительные силы в самой Африке. Которые я тоже не до конца мобилизовал. Ну, так это, я думаю, будет нормально. Здесь нас немножко подзахватят, скорее всего. Но потом он доедет сюда. Я его повышу. И будет норм. Забавный факт. У меня с самого начала войны минус 2 вот здесь откапает. От контроля военных целей. Круто. Кстати говоря, мы уже схватили их в Вест-Инзию. Но нам еще нужно Восточное Мали успеть докрасить. Нужно туда, пожалуй, перебросить какие-то доп. войска. А то не очень успешно как-то продвигается наступление. А вот и имущественный сенс подъехал. Отлично. Потихоньку, потихоньку будем сейчас власть профсоюзом доставлять. Но, опять же, очень потихоньку на самом деле. Никуда мы не спешим. Вот так, одну страну уже вывели из войны. Сейчас эти войска... Ага, да, сюда вот поделепортировались. Мы сейчас побыстрее Массину захватим. Она остается... Останется только Британия, в которой в Вест-Инзию мы тоже уже оккупировали. Все прошло прямо по плану. И так, как я и говорил, Сенегал капитулировал. Мои войска переехали все сюда. Соответственно, если эта битва закончится, мы поедем в атаку. Здесь у нас единственное, войска туда поехали очень неудачно. Давайте-ка вот так. Из этих парней вот сюда можно перебросить. Вот здесь мы сейчас должны вывести британцев. Ну и, в принципе, у нас в Вест-Инде есть. Почему мы идем в минус? Что с вами не так? Что не так? Что почему? У нас все отлично. Почему у нас вот такой вот счет? Ну ладно, британцы сейчас побыстрее в минус пойдут. Но это смешно. Это типа, видимо, вот из-за этого. Сколько понападает? Нет. Прям фул вот с того вот получаем. Окей. Очень смешно. Считывая то, что мы выигрываем. Ну ладно. И контролируем особенно варскор. Точнее, цель войны. Не варскор. Ну ладно, сейчас мы вот здесь вот закончим. С фронтом, да, британским. Видимо, покончили. Отлично. Пойдем сюда и сейчас британцев здесь зажмем. Хотя вот это вот меня раздражает. Но мы все равно эту войну уже выиграли. И в эстендию мы от них получим. Но тем более, видите, они здесь не укрепляют все. Переходя в атаку. Если они не укрепляют территорию, мы сейчас в теории можем просто до портов дойти. И все это в этот момент же отбить. Да. Все, что здесь вот они захватывают, мы отбиваем здесь. Нормальная... Нормальная военная система, что? Вот они уже согласны на мир. Мы захватываем себе в эстендию. Отлично. Самое главное, что мы получили себе восточное мали. И мечи джена. Теперь у нас образование выйдет на совершенно другой уровень. И наше будущее уже заложено. Мы сделали основные шаги. По становлению очень сильно дежавый. Мы уже почти топ-1. Нам буквально еще немножко доразвиваться. Можно еще немножко стройки добавить. Потом, значит, жесткая промышленность добавлять. У нас куча населения доступного, захваченного. Так что все отлично. Все у нас отлично. И смотрите-ка. Закончим мы строить промышленность. Будет подходить все к минимуму. Можно потихоньку будет идти в социализм. А потом уже начнем и насаждать его другим стратом. Он известен. Так что, ребят, с вами был Лопе. Подписывайтесь, если еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии. Все как обычно. И до скорых встреч. Пока.